Друзья, забывается одна из главнейших мечт моей жизни это... Кто знает, что это? Это сдача генетического теста. Лаборатория MyGenetics прислала мне генетический тест, который я в ближайшем будущем сдам, покажу вам, как его сдавать, и, наконец-то, получу свое персональное решение по здоровью. Сейчас я готова вам рассказать, что конкретно меня интересует. Во-первых, это, конечно же, питание. Моя потребность в белках, жирах и углеводах. Дело в том, что я очень такой экспериментальный человек, и мне нравится все менять и все пробовать. Я пробовала месяцами есть только рыбу, месяцами есть только мясо, месяцами есть только ягоды или только крупы. Мне одинаково вкусно и одинаково комфортно на всем этом. Но что для моего организма лучше? Из чего ему генетически удобнее получать энергию? Это неизвестно, но станет известно. Также мне важно понять, каким образом я могу поддерживать себя в форме, оставаться молодой, красивой, здоровой, подтянутой всю жизнь. Значит, нужно узнать, как лучше питаться, как выводить токсины, как улучшить выведение токсинов, какую подобрать физическую нагрузку, какая из них наибольшим образом мне подходит, как мне худеть, если я поднабрала, и что будет влиять на мое похудение больше всего. Итак, как у меня выводить токсины? Это очень важно. Возможно, у меня есть какие-то повышенные потребности в некоторых витаминах или минералах. Это важно. Дальше. В какое время и с какой интенсивностью заниматься физическими нагрузками? Это тоже очень интересно. Вот я точно знаю, что мне подходят сейчас тренировки на выносливость. Я знаю, что я их переношу. Я знаю, что если постараться, я могу делать силовые. Но вот на скорость вряд ли. Скорость — это вряд ли мое, например. Сейчас я так думаю. Проверим. Вот учитывая мой жизненный опыт, учитывая то, что я уже применяю, сравнить с тем, что во мне заложено Богом. Ой, сравним. Также реакцию на злаки, индивидуальная потребность в питательных веществах, осложнения, которые могут возникнуть у меня при наборе веса. От чего набирается вес? Сейчас еще раз я это упомяну. Это для меня сейчас наиболее актуально. Так, это я сказала. Теперь я открыла также PDF-файл, в котором показан пример теста, который я выбрала. Я выбрала тест от MyGenetics, который называется Wellness. Он включает в себя 32 гена. И сейчас я вам перечислю, что по нему можно узнать. Приготовились. Во-первых, изучение белкового обмена. Потребность в белках индивидуальная. Также в углеводах. Сахаре, фруктозе, пищевых волокнах, в жирах потребность. Обмен холестерина. Как усваиваются насыщенные жиры. Сколько можно потреблять насыщенных жиров. Вот для меня это прям важно. Трансжиры. Омега-3, омега-6. Лактоза. Но по лактозе я знаю. У меня есть. Это глютен, горькое, жареное. Это какие вкусы для вас генетически приятны. Горькое, жареное, поваренная соль. Как она выводится? Какая у вас в ней потребность? Калий, вода, ограничение калорий, режим питания. Сколько раз в день для вас подходит? Разгрузочные дни, как на вас влияют? Вегетарианство, а подходит ли? Узнаю я через 4 года практики. Антиоксиданты. Б6-9-12, витамины Е, А, Д, никотин, алкоголь. Вот с алкоголем интересно. Проверим. У меня есть предположение, что у меня отсутствует фермент, который перерабатывает алкоголь. И сейчас я в этом уверена на 100%. И проверим, насколько я хорошо себя понимаю и ощущаю, что мне алкоголь не нужен. Например, кофеин тоже. На мой взгляд, мне он не нужен. Вряд ли есть какая-то в нем потребность. Потому что, если я его употребляю, кофе или чай, то мне очень нехорошо после этого. Именно поэтому я еще в 6 классе перестала пить чай. Кофе тоже у меня не присутствует в рационе, в питании совсем. Потому что нет ни тяги ко вкусу, нет тяги к запаху и нет тяги к эффекту, который он дает. Ох, исследуя психологические зависимости, безопасная бытовая химия и косметика, безопасные условия окружающей среды. И вот они, тренировки на выносливость пошли. Доступны ли они для вас, нас всех? Все, это я перечислила параметры, которые исследуются. И теперь, далее идут такие красивые странички, которых каждый аспект разрисован с такими как бегунками. И тут написано, питание, например, у этого человека. Белки 18%, жиры 23%, углеводы 59%. Это было по питанию, по потенциалу, сила, скорость, выносливость, вот это все. Написано, что тренировки 76% силовой выносливости, это высокий показатель, и подходит данному человеку гиревой спорт, силовой экстрим и кроссфит. Дальше, белки. Ему благоприятна белковая диета. Смотрите, как интересно совпадает. И силовые показаны, да, всякие вот такие вот тяжеловесные. И белки ему тоже можно есть в повышенных количествах. То есть, у этого человека такая предрасположенность иметь высокую мышечную массу, быть таким крепким мышечным большим человеком. Углеводы можно в пределах нормы, сахар можно в пределах нормы, пищевые волокна повышенная потребность. То есть, если этот человек будет есть сниженное количество пищевых волокон, клетчатки, то это очень негативно на нем скажется. Между прочим. И жиры ему нужно ограничить. Смотрите, как интересно. А вот сейчас пропагандируются жировые диеты. А как бы он узнал, что ему это противопоказано? Вот как бы он узнал? Кроме ощущений. Насыщенные жиры ему допустимы в пределах нормы. Но жиры ограничены. Видите, как трансжиры максимально ограничиваются. Вегетарианство. Абсолютное противопоказание во всех его ипостасях. Вот как интересно у этого человека. У него нарушение баланса омега-3 и омега-6. И у него повышенная потребность в омега-3. Причем в животной форме, естественно. Так, так, так. Вода. Вот по воде мне интересно. Вот я очень много пью. Я пью гораздо больше трех литров воды чистой. Намного больше. Извините. Звонили. Я пью намного больше трех литров воды. Мне интересно, что у меня вообще с водичкой. С детства у меня такое, что я хлещу как не в себя. И вот тут написано, что у этого человека повышенная скорость выведения воды из организма. А что если у меня тоже так? Тогда все встает на свои места. По режиму питания у него переедание маловероятно. Для него весьма эффективны разгрузочные дни. Высокий риск дефицита B12. Прям у него самый-самый такой высокий бегунок. Получается, что ему нужно на постоянной основе прям часто-часто есть субпродукты. Баранью печень, например, и так далее. Витамин Е. Вот как интересно. Повышенный риск избытка. Это ведь тоже важно, чтобы не переборщивать. Поэтому ему надо, получается, помимо обычных анализов, которые он сдает базовые, сдавать еще и витамин Е. Чтобы смотреть, а не переборщил ли он. Высокий риск дефицита витамина А. То есть витамин А тоже надо будет ему постоянно перепроверять и потреблять в больших дозировках. От никотина ему не грозит зависимость. Наверное, у меня тоже так будет. Но не привлекает. Алкоголь вызывает зависимость и интоксикацию. Вот у него. Интересно. А средняя такая выносливость. Так, так, так. Что еще? Дальше такое все очень объемное. Это надо все читать, смотреть. Хорошо бы, если бы вы ввели в гугле, допустим, My Genetics Wellness Отчет. И посмотрели этот отчет сами. Просто глянули, насколько здесь все подробно и развернуто описано. Это просто колоссально. Это действительно моя мечта. Я хочу себе такой тест очень сильно. И я тогда вам покажу. Я вскрою этот пакетик и буду брать свою слюнку. И вам покажу это. И My Genetics любезно предоставила также скидку для моих подписчиков по промокоду Ульяна. Дополнительную скидку на все эти тесты. Смотрите, мне этот тест привез курьер. Теперь мне следует на сайте активировать этот тест и снова вызвать себе курьера. И в это время подождать 2 часа после еды. Сделала, прополоскала рот водой. Потом провести тремя ватными палочками. Так, провести тремя ватными палочками по внутренней поверхности щеки и просушить 10 минут. Так, раз, два, три. И после этого надо просушить эти ватные палочки 10 минут. После этого положить в конверт, отрезав наконечники. И все, можно отправлять. Кто хочет сделать то же самое, вы знаете, что у вас есть дополнительный код на скидку Ульяна на сайте My Genetics.